последняя часть нашей медиа-пьесы по нашим правилам эпиграф цитата вы себе сами выбираете есть какие-то строчки которые ведут вас всю жизнь или в этом году если только сегодня где-то прочитали что-то с чем вы живете покойный значит художник значит как-то мы с ним разговаривали у него как-то вырвалась бега вот вот это не пришло там не прошло и он не говорит стой на своем он сказал да его цитаты можно идти парафразов других великих людей и он теперь вам напоминает об этом в этом случае вы стоите да стоя на своем будьте стоять ну это вообще не значит что значит у меня есть право значит исключительно право скажем там на истинную там и так далее не в этом заключается вообще-то говоря дело заключается в том что значит этого это не означает что я не ставлю под сомнение там там уверенность других если угодно верьте вообще-то говоря но дело заключается в том что значит в меру того что мне было бы это было отпущено сказать я хочу это сказать но вы в меньшинстве включаете телевизор а там исторический процесс кургинян говорит что советский эксперимент это выдающийся эксперимент и 90 процентов голосует мне кажется что он даже уже утратил значит как вы знаете есть такое чувство когда все таки значит вы право в том смысле сказать допустим сказать вот рядом с вами существует и частности вот такое мнение кургинян данного цифры посмотрите какие до 80 85 процента да 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 вот это меняю или мы шизофреники далее я не уверен это для меня не аргумент несколько и народ вы в этом смысле не осуждаете ну вот это большинство которое значит ссылаясь на то что она обладает продолжать что она обладает этим достоинством что за ними правда потому что это правда большинства для меня это вовсе не аргумент вам не обидно что это происходит сейчас когда все известно что ты какая-то странная операция шизофренической по сути дела нет это не обидно и народа памяти нет это значит в этом мире значит понимаешь что возможности это далеко не бесконечные они достаточно ограничены в обстановке когда я занимаюсь вопросами которые касаются судеб многих людей к слову сказать и говорите о том что значит что это хотя бы нереально что ли велият просто фантазер так сайт для меня это вовсе не не аргумент я призываю конкретный пример я пишу на скажем письмо там министерство культуры предположим я предлагаю значит сделать сад декабристов так называемый сад декабристов есть такие люди которые я вернее есть такое мнение даже кстати о том чтобы что чуть ли не лобачевский был автором который определил порядок красавки деревьев дело в том что заключается они там особым образом деревья рассажена таким так чтобы надзиратели которые бы наблюдали прогулку заключенных предполагалось что он будет использован в этом качестве прогулки заключенных чтобы они всегда могли видеть человека с любой где бы он не находился кстати именно этим делался порядок я просто предложил начать министерство вместо всяких этих вот этих авантюрных сооружений типа там буквы п и прочее понимаете это значит устроить такой ну скажем я бы назывался от памяти если вы понимаете то есть если бы хотя бы мы даже кратко пробежали этот путь который скажем прошли который лежал через перим тоже знаменитые сибирский трак и до которым прошли там умели на этом мы можно называть там не раскольников можно назвать радищего можно назвать декабристов тех же самых того же самого достоевского и так далее и чтобы это нашло отражение в этом саду значит по-видимому получилось вот это я не дождался значит но мне пришло письмо есть какая-то такая контора которая значит занимается значит и якобы ну там поле регистрации то ли фиксирует как бы исторические места города перми и мне это письмо пришло вот за этой самой конторы адресовано лично мне с тем чтобы я выдвинул это значит вот это приглашение вот этой комиссии и как бы предполагается что я бы я бы там значит оплатил все эти расчеты и так далее так далее то есть вы помните даже ту функцию которая прямую находится в ведении министерства культуры если бы это считалось бы достойным до устроиться от памяти такой кстати сказать пройденного пути если угодно те же даже все нынешние диссиденты и так далее правозащитники тоже этого пути миновали тоже и сложенец к слову сказать на же тот же шаламов и тот же мандельштан пошли все равно переступим который была в этом качестве очень грустная значит когда предположим начальником там министерство это пермского до становится человек который возглавлял в магадане это вот это заведение вот иметь и как вот это и даже фамилия там очередной код то ли злобин был коли вот еще такой вот как это получается то есть по сути дела перми значит по сути дела официально становится значит территория его кровцев охранников понятно что это нетерпимо значит я вам скажу так мотив сорок первом году значит так получилось что мать с отцом собрались в отпуск в июне месяце значит отец мой работал в начале трамвайном парке и были куплены билеты значит родители мои отец матерью и нас было трое я был средний меня был старший брат младшего сестра значит и были куплены билеты напомню на 15 июня значит и вдруг отцу на работе говорят что его не могут отпустить его отпустят только в конце месяца тогда было принято решение значит что мы с матерью отправляемся на родину отца в питер там нас догоняет отец и после этого мы отправимся на родину матери вышний волочок война застала нас в питере у моей бабки то есть у матери отца хватило ума понять всю ситуацию женщина с тремя детьми мы две недели жили на московском вокзале уехать уже это время было невозможно но бабка нас все-таки посадила на поиск я спасла в общем-то последием и там если вы конечно погибли то есть это ну как бы цельно вот все это помнишь когда да отец уходил на фронт без нас наше отсутствие и каждому из нас троих ну то есть не было там скажем тарины там двух лет не было младше сетонки там не было года старший брат мой был уже покойный лет на пять старше меня был отец написал письма которые я познакомился только уже в возрасте лет 16 вот так получилось то в силу ряда причин значит то ли мать стеснялась этого показать то ли чтобы не ворошить прошлое и так далее так далее но меня поразило что но понятно что я не помню отца но меня поразило что то что я составил себе воображение уже судя по знакомствам так далее я встречался и эти там с людьми и так далее которые знали отца с родственниками у меня там в питере там братьев больше чем в фильме кстати сказать что он вам написал он точно угадал характеру всех нас троих вот что получилось я сейчас я даже не могу так и вы эти к сожалению это значит не удалось это сохранить вообще-то говоря вот то что единственный раз я прочел это осталось и меня просто поразило вот насколько как бы это точно это указано и и он вас все еще ведет за собой значит ну естественно я выезжал вторжок угрыбывает торжок в ржев вообще-то говоря я все это знаю это братская могила где похоронен 6 тысяч один человек вообще-то говорю я встречался в ржевском военкомате значит на эту тему дело загружалось лучшим значит похоронка матери сообщала что отец погиб в деревне кишкина 20 марта 42 года когда мне когда я прочитал это письмо отца то до меня как быть потихоньку дошло что то что он погиб в этой деревне а где же он похоронен я с матерью на эту тему поделился вообще-то значит вот наручную берет здраво вообще-то говорят мишу брали пишем письмо мы написали письмо значит в подольске есть такой архив значит вооруженных сил значит и по сути дела ответ просто припаду брали продублировали похоронки другой среди не было и тогда я взял и по и поехал в город ржев я прямо записался на прием к военкому в этом майор по званию это город ржев повторим очень грустное впечатление было там существует такое правило приема когда записывается фамилия и ну скажем там вот откуда прибыл человек я пишу там введение вперед я написал и очередь очень большая неожиданно меня вы значит вызывает по фамилии иначе ты приглашает военкому значит и я рассказываю военкому все это дело зачем не приехал и этот майор мне говорит вы знаете греции вот целом не поверьте что в то время марте 42 года не было ни патронов не винтовок не хлеба не воды вот очень значит должны заканчивать и вот когда вы съездили туда теперь какой образ отца у вас стоит при глазами что нам говорит страница и